Всем привет, с вами сообщество MyGameEngine и мы продолжаем курс по блендеру. В этом видеоуроке мы рассмотрим текстурирование объектов самыми примитивными и простыми средствами. Что ж, давайте приступим. Сначала мы удалим со сцены камеру и свет. Выделим куб, перейдем в режим редактирования и выделим редактирование граней, после чего выйдем из режима редактирования. Это мы сделаем заранее, чтобы было удобнее. Скроем левую панель. Так, теперь мы вытащим справа панель одну. Назначим ей тип редактор уве изображений. Вот. Нам этого, думаю, хватит. Теперь мы переходим в свойствах текстуры. Теперь нажимаем... Так, тут уже что-то есть. Так, очистить. Удалить. Нажимаем создать. Выбираем изображение или фильм в типе. Можем переименовать текстуру. Далее мы нажимаем вот здесь, ниже. Нажимаем... Здесь список был бы текстур. Здесь вы создали пустую бы. Здесь мы открываем и выбираем нашу текстуру. У меня будет такая текстура. После чего я создам еще одну текстуру. Переименую ее под названием текстура 2. И открою вторую. У меня получается ящик и лед. Внизу настройки, с которыми вы можете побаловаться, если хотите. Но мы их затрагивать сейчас не будем, потому что у нас текстурирование в основном не такое масштабное. Для масштабного текстурирования мы будем выпускать отдельные уроки, более углубленные. А здесь мы рассмотрим примитивные. Что ж, вот видимость текстуры. Теперь мы переходим обратно к кубу. Нажимаем Tab. Или вот здесь режим правки. Выделяем кнопкой А все грани. Нажимаем кнопку У. Проекция куба. Вот у нас появилась проекция куба. Мне она понятна. У меня в универе есть курс инженерной компьютерной графики. Если вам здесь что-то непонятно, почему именно так, то вы можете прочитать литературу. Ну что ж, теперь мы выбираем текстуру. Одну из некоторых. И по идее она наложилась. Чтобы ее отобразить, нужно в методе отображения выставить текстуру. Нажимаем Tab, чтобы просмотреть. Вот у нас на такую текстуру хорошо лег куб. Соответственно, при масштабировании куба текстура будет тоже масштабироваться. Но мы поговорим о некоторых свойствах. Если мы выделим все грани, то есть если мы в режиме редактирования, сначала выделяем все грани тут, потом выделяем все грани тут. Мы можем нажать кнопку S, которая долларом, и масштабировать эту текстуру как хотите. Слева вы можете видеть результат. Нажав кнопку Ctrl, он будет редактировать по сетчато, то есть ступенями. Также вы можете крутить, как вам вздумается, эту текстуру в 2D-проекции, соответственно. Теперь мы поговорим о другой вещи. Если нам недостаточно стекстурировать весь объект, если нам нужно с одной текстурой, если нам нужно объект разделить на 2, 3, 4 текстуры, мы сейчас как раз рассмотрим этот момент. Соответственно, я буду текстурировать с помощью дополнительной одной текстуры несколько граней. Чтобы выделить грань в режиме правки, я нажимаю правую кнопку мыши на нужную мне грань, я выберу эту, и вот видим, что справа она выбирается. Все, я все показал. Выбираю эту, нажимаю на выбор текстуры, новая текстура. Соответственно, я нажав кнопку G в редакторе разверки, могу перемещать, как мне вздумается, вот этот блок по текстурам. Я его перемещу сюда, чтобы мне было проще его текстурировать. Соответственно, если в этот раз я выберу блок, тот же блок, и нажму текстуру, видите, ничего не поменялось. Так, что теперь? Теперь я хочу затекстурировать вот эту часть, такой же, ну, давайте, не эту, вот эту. Вот эту часть с такой же текстурой. Также выбираю нужную мне текстуру, перемещаю, чтобы она легла грамотно. И вот у меня получилось вот такое чудо, так сказать. Соответственно, вот это и есть основной принцип текстурирования. Теперь я вам покажу на примере этого объекта, как можно его коверкать. Переходим обратно. Вот у нас уже все это есть. Развертка уже, по-моему, готова, автоматически будет. Так. Теперь нам нужно, предположим, иначе его затекстурировать. Мы нажимаем, выделяем все полигоны, нажимаем кнопку U, которая Г русская, и нажимаем, например, проекция сферы. Соответственно, у нас уже развертывается методом раскатки. Да, методом раскатки у нас создается таким вот образом текстура. Так как я выделил все элементы, я хочу, чтобы они сейчас все были одной текстуры. Соответственно, нажимая кнопку S, я могу ее масштабировать, как мне вздумается. А могу и поворачивать. Ну так как это сфера, у нас она и поворачивается по-корявенькому. Соответственно, если мне нужно сделать это в виде цилиндра, я это делаю вот таким вот образом. Давайте я вот так вот наложу его. Чтобы доказать мои слова о том, что это крамотно работает, я создам, соответственно, цилиндр. Нажму U, развертка цилиндра. И у меня уже сам цилиндр непосредственно разворачивается, так как он должен разворачиваться. Соответственно, мне вот это все не нравится. Что это за бред и почему оно так есть. Для этого я могу крутить, например, эту текстуру, чтобы попытаться добиться результата. Или же выбрать отдельный блок, нажать проекция сферы, выделить эту же текстуру и отмасштабировать ее здесь. Или же я могу сделать проекцию куба и попытаться сделать цилиндр более ровный. Аналогично здесь. Теперь мы должны выделить все грани боковые. А это достаточно трудно, потому что у нас уже новая развертка. Чтобы это сделать, мы нажимаем кнопку С и вот таким движением выделяем все нам нужные грани. Смотрим, чтобы лишнего не задели. Здесь я уже масштабирую только их и предположим я могу использовать проекцию куба. Я считаю это уже более достойный результат, но все равно не идеальный. Что ж, в этом видеоуроке вы узнали о том, как текстурировать объекты, как использовать проекции и как накладывать текстуры, несколько текстур на один объект. Всем спасибо за внимание. Надеюсь, этот урок был для вас полезен. С вами был Максим от сообщества MyGameEngine. Очень рад буду, если вы подпишетесь на наш канал, на нашу группу, ждите новых уроков. Обязательно задавайте свои вопросы, если вам что-то непонятно, мы отвечаем буквально в эти же минуты, как вы задаете вопросы. Спасибо всем за внимание. Ссылочки все в описании. Всем пока.